В студии у нас гость Надежда Легких, консультант отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области. Какая у вас красивая, длинная должность. Доброе утро. Итак, скажите, пожалуйста, когда же планируется достичь та самая задача, которую поставили, да? 50% инвалидов трудоустроить? Угу. Трудоспособного возраста. Трудоспособного возраста, да. Такая цифра нам поставлена на 2020 год, и уже в настоящее время мы прилагаем все свои усилия, чтобы ее достигнуть. Я остановлюсь на цифрах, да, 50% это не совсем понятно, сколько. Сейчас 30% инвалидов трудоспособного возраста. Чтобы достичь поставленного показателя, нужно дополнительно трудоустроить 18 тысяч. То есть более чем в два раза нам нужно увеличить количество трудящихся инвалидов трудоспособного возраста. А что вы сегодня делаете вообще для того, чтобы их трудоустроить? И, да, расскажите, какие программы существуют, естественно, для них? Работа ведется очень большая. Во-первых, мы работаем с инвалидами, теми, которые обращаются в службу занятости, да, оказываем государственные услуги, весь наш спектр. И второе наше направление деятельности мы ведем с теми, кто не обращался в службу занятости. На сегодняшний день мы имеем информацию об 11, более чем 11 тысяч инвалидов. Мы имеем уровень образования, и мы знаем их мотивацию к труду, знаем состояние здоровья, да, готовность приступить к работе. И уже исходя из вот этих данных, стараемся предложить им варианты работы, которые у нас есть в базе. Ну вот следующий вопрос, кстати, про мотивацию. Ну, насколько нам подсказывает, так сказать, наш опыт? Ведь не самые замотивированные люди к работе. Согласна, соглашусь. Как вы к ним подход находитесь? Да, действительно, это достаточно большая проблема мотивации самих инвалидов к труду. Но, тем не менее, это все равно право, да, мы говорим о 50% заставить никого не нужно. Что касается работы с мотивацией, это только индивидуальная работа, да. Прежде всего, мы выясняем, какие барьеры есть у инвалида, что ему мешает приступить к работе, почему он не мешает. Есть причины, да, это прежде всего состояние здоровья. Но есть и субъективные причины. Допустим, инвалид так наслышан, да, по сарафанному радио, скажем, от узнала знакомых, что если он официально трудоустроится, то он потеряет пенсии. Мы с этим мифом, миф этот активно развенчиваем, работаем, объясняем гражданам, что при поступлении на работе они получают зарплату, а пенсии при этом не теряют. И в социальных выплатах, ну, совсем незначительно. Вот, кроме... Отлично. И с нашей стороны мы работодателям демонстрируем активно положительные примеры трудоустройства инвалидов, да. У нас есть ряд предприятий, которые выигрывают за счет того, что трудоустраивают инвалидов, потому что они более эффективные работники. За счет компенсации функций, да, допустим, при нарушении слуха у них активизируется зрительная функция. И они более внимательные... То есть работу вы проводите тоже? Работу. Что касается поддержки работодателей финансовым, да, это тоже одно из направлений нашей деятельности, в Челябинской области действует программа дополнительных мероприятий по трудоустройству граждан, испытывающих трудности, куда инвалиды и входят. Значит, при трудоустройстве инвалида мы работодателю компенсируем заработную плату в размере 13,7 тысяч рублей. О, 13,7 тысяч рублей. Вот. Это действует на три месяца. То есть работодатель берет инвалида, который стоял в службе занятости, ему выплачивает заработную плату, оформляет трудовые отношения, и мы ему компенсируем заработную плату. Ну, кроме того, в рамках этой же программы у нас действует такое мероприятие, как содействие самозанятости инвалидов. Это что касается именно вот индивидуальной работы. В случае, если безработный инвалид открывает собственное дело, мы предоставляем ему субсидию в размере 67 тысяч на затраты, которые связаны именно с собственным делом, с открытием. Отлично. То есть работа идет сразу по всем направлениям? Стараемся, да. Спасибо вам за это дело. Да, это очень здорово, что у нас все-таки ведется работа. Надеюсь, это принесет положительные результаты. Обязательно так и будет. Ну, а в 2020 году встречаемся, да, резюмируем этот вопрос. Итак, друзья, в гостях у нас была Надежда Легких, консультант отдела программ и мероприятий в сфере занятости населения Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области.